Мои хорошие, с вами Селена и Мамачули. У нас сегодня большая закупка. Мы уже закупились мясом. Вот мясо. Здесь всякие там еще мясо. Здесь овощи, но это еще не все. Закупаемся на месяц. Придем домой, все выложим, покажем. Сейчас едем в торговый центр. Мы сейчас с Мамачули просто вышли и начали закупаться. И забыли вообще, что мы собираемся влоги снимать. Я вам обещала большую закупку. Я вообще не представляю, честно говоря. Я говорю, мам, ну на месяц сколько нам надо? В общем, мы взяли и говядины, и свинины, и индейки, и курицу. Мы взяли курицу или нет? Сейчас я спрошу у нее. Короче, ну затариваемся потихоньку. Ну, оказывается, мясо такое тяжелое. Девочки, я никогда так мясо много не покупала. Я не знаю, сколько килограмм у нас там сейчас, но оно очень тяжелое. Очень тяжелее картошки. Нас даже узнали в магазине. Девушка, наверное, администратор или вот, ну, работает не на кассе работает, а вот где-то за, и кто-то, видимо, сказал, или она увидела издалека. И говорит, я аж прям вышла на вас посмотреть. Мы такие стоим, она такая, мама Чоли и Селена. Мы такие засмущались немножечко, вот, но очень приятно, приятно. Вот мы первый раз зашли в магазин такой мясной, именно здесь, в этот магазин. Вообще, это сеть магазинов, в которые мы заходили. Вот, и не подли, я закрылась. А ломится мама, а ломится мама. А сколько примерно килограмм, ты думаешь, мы взяли мясо, что оно такое тяжелое? Интересно, это у нас съемка идет. Что оно такое тяжелое? Много, не знаю. Прям даже и не... Как ты, она, главное, взяла, говорит, открой мне машину, я пойду положу пока. Ну, это... И понесла сама. Я такая, блин, мама, ну как ты понесла сама? Ты как ты донесла вообще? Ну, я ж привыкла таскать вот это все, железки, сумки. Я не смогла поднять, я говорю, давай вторую ручку бери, а она пошла, унесла. Я не успела глазом моргнуть, она уже потащила это все в машину. Короче, сейчас едем в торговый центр, много всяких планов, в общем, что удастся заснять, засниму. А вечером распакуем пакеты и посмотрим, покажем, что мы вообще купили. Может, вы какие-то советы дадите, что вы берете, может, у вас какие-то лайфхаки есть, по тому, как на месяц закупиться и что может потом пригодиться. Я это делаю в первый раз, ну, это очень интересно. Даже настроение, глянь, поднялось. А ты делала такое? Есть опыт у тебя? Конечно. Ну, вот мама немного помогает, так что разбор вечером будет. Оставайтесь с нами. Мама, что ли все переживает за то, как она выглядит? И говорит, вот эти три ко... Какой ужас какой-то, ну ты смотри. А я не знала, что ты такая модница. Тебе ли мне все равно вообще, как ты выглядишь? Мне все равно, когда я дома хожу. Я дома могу в халате ходить, в туники. А когда я выхожу в люди, где куча знакомых, где я работала. Сейчас кого-то из знакомых встречу, это достанется во мне впечатление надолго. А мы не поймем... Ну, ты хорошо выглядишь фейсом. Фейсом. Фейсом, да. Я же не могу ходить только одним фейсом. У меня же не же фейсы еще есть. А ты сразу поп-мимику-то. А он там, здрасте, здрасте. Они только на фейсы будут твой смотришь. Короче, а я вообще в грязных... А я в грязных штанах. Мама! Чем я думала, когда уходила? Ну, не все, что я даю ходить либо на венди. Короче, а я вот просто у меня... Просто я, короче, вообще не парюсь, как я выгляжу, потому что у меня голова сейчас другим забита. Мне пофиг вообще. Мне пофиг. Пошли. Ну, вот порой, чтобы не ждать суши, я вот так вот возле Ашана возьму, вот такие быстро поем. И они порой даже вкуснее, чем те, которые я там покупаю. Горячие, которые готовят, и ждешь 15-20 минут. Короче, себе взяла, а мама, блин, будет. А я вот хочу роллы. Ну что, шкаф мне в этом месяце не горит, поэтому я взяла вот такую мулиджи. Это вешалка, которую я поставлю пока что на входе. Вот. И туда больше вещей поместится, чем у нас другая есть. Вешалка тоже, по-моему, с Икеи или с Леруа покажу дома. Короче, я вот такую беленькую еще одну захотела купить. Я думаю, она мне поднимет настроение тоже. И придаст радости. Подарит радость. Зашли в магазинчик, мама Чоли меряет джинсики. И говорит, как же я поправила, если надо худеть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А я говорю, худей. Слушай, ну а если вот так вот одеть вещичку, ну как бы и ничего так. Лим, крутись. Вот мы ходим с мамой по Ашану. Уже набрали там. На самом деле не кучу всего. Вообще ничего почти не взяли. А уже так долго здесь ходим. Мама вон вешает сливовидные наши любимые помидорчики. И время уже начало седьмого. Пора бежать. Бежать за Денькой. Начало с седьмого, кстати, мам. Да, вообще пошла. Обалдеть. Обалдеть. Что-то мало взяла. Больше килограмма. Да хватит куда? Ну как это тащить? Картоха, картоха. А у нас еще трясут. А то вот что-то болтает все у тебя. Я себя тут не вижу совсем. Я не знаю, есть я там, нет у меня там. Ну тебя, скорее всего, тут сейчас нет. Нет, да? Да я еще тут и трясусь. Зато стабилизация какая. Мы сейчас с мамой разговариваем о том, что я говорю, блин, столько продуктов взяли. И вот какие-то, мне кажется, ну ни о чем реально продукты. Никакого удовольствия. Вот я ненавижу ходить по магазинам и покупать продукты. Я люблю покупать вещи, потому что они долго тебя радуют. Ты целый день в них ходишь. А еда, матуша, тебе нужно ее приготовить. А я готовить не люблю. Еще тебе ее нужно съесть, потратить на это время. Еще ты голодная. Вот это вот, ну как бы еда ради того, чтобы поесть. Как бы, да? Ну для удовольствия есть, конечно, еда. Но это не то, короче. Все равно надо готовить. И в итоге, я говорю, вот почему бы не сделали так в жизни, так жизнь бы не создала, чтобы нам нужно было там в день, допустим, выпить стаканчик там. Ой, ну это надо ходить с бутылочкой. Было бы лучше, чтобы мы вот как машина заправлялись. Знаете, вот так вот утром встал, взял какую-то таблеточку, выпил, и это тебе суточное заправо. Ну я таблетки не пью, мам. Придумай что-то для тех людей, которые... Ну таблетки можно сделать в жидком виде, в сухом. Мне удобно таблетку проглотил, на сутки зарядился, и не надо кушать. Вот, не готовить ничего. Лучше вообще раз в неделю эту таблетку пить. Чего и раз в сутки. Да, машину же каждый день не заправляешь. Да. Да, и машину даже мы частенько заправляем. Вообще без бензомашина была бы. Просто ездила и ездила себе. Вот. Помечтали? Короче, очень много заморочек в жизни придумать. И нам приходится вот этой вот фигней заниматься и заморачиваться. А на самом деле, все намного проще. Должно было бы быть. Ну да. Жизнь. Но так нет. Да ты че, тут вообще мир бы остановился. Такая индустрия. Вот сейчас вот прошла по Ашану. Столько там. Заходишь, водил макарон там. Одни макароны. А, вот я еще что хотела сказать. По поводу, да, то, что вот всего много. И на самом деле, я такая стрелка среди Ашана. У меня уже башка болит. Выбирать все это, читать эти составы. И все равно я вижу, что все равно, ну там вот здесь неидеальный состав. Тут, там с натяжкой. Ну этот более-менее лучше, чем тот. И вот реально я понимаю, как тяжело, ну как бы, если не заморачиваешься, да, вот так вот все время готовить. Там вот, конечно, может быть, если готовить сам себе, то можно здорово питаться. Но это реально на кухне проводить все время. Молоко соевое сам себе можно сделать. Там овсяное, соевое, рисовое, да. Но это, извините, мне надо на это столько времени потратить. Ну неужели так сложно сделать? Не то, что даже сделать. Есть очень редкие фирмы, которые действительно предоставляют продукт полезный. Действительно, который не страшно. Ну то есть вот полезный и все, и классный, да. Здоровый, полезный продукт. Их надо еще найти, понимаешь? Они не во всех магазинах есть. И даже если где написано здоровый продукт, его еще нужно, извините меня, проверить. Он не факт, что здоровый. Какая-то фигня-то там присутствует. И вот в этом многообразии выборов, когда 95% тебе предлагают нездоровой пищи, по большому счету, да. И вот в этот момент искать вот эти вот 5% здоровой. Из этих 5% здоровой все равно 2% нездоровой. Или даже 3% нездоровой. И 2% реально то, что можно брать. Пойди, найди, блин, еще это. А если найдешь, так оно стоит пипец сколько. Поэтому, девочки, я всех понимаю, кто не придерживается здорового питания. Это действительно сложно. И мозг свой нужно так повернуть, блин. Чтобы реально повернуться на этом. Надо просто прекратить жрать вообще. И не выпить вот ту самую таблеточку, о которой ты говорила, да? Да. Которая не существует. Это мама говорит, это мама говорит, которая сейчас идет мне. Ой, кексики московские, я люблю, пойду куплю. Столичные люблю кексики. Ой, а я бы, столичные, или потом, ой, а я бы, знаешь, что-то вот готовые панкейки взяла бы, да, вот и сделала. Я говорю, мам, с тобой, говорю, вредно жить. Я говорю, у меня будет вот такой же мамон, как у тебя. Так ты будешь есть панкейки, а я буду кексики есть. Так ты же понимаешь, я же тоже, ты нет-нет, ешь, что-то надо готовить. Я не хочу готовить, ты тут ешь кексики. Слушай, я взяла всего три штуки. Огромных, три. А они потому что немаленькие. Вредных кексиков. А ты вообще не смотри на мою сторону. Так, ну что, крошки, уже время, мне надо бежать в садик. И вот так вот мы не будем оставлять все эти пакеты. Все будем разбирать, я вам вкратце покажу, что мы купили здесь. Ой, здесь у нас, мы, кстати, всегда в Ашане, все по... Это кто взял? Я кинула. Зачем тебе? Так, что такого мы взяли интересненького? Вот, кстати, я решила попробовать вот такие вот экокультура, как называется, кумата. Такие вот какие-то помидорки. Мама такая говорит, что это, что с ними? Я говорю, мне кажется, они такие вкусные. Я прям не знаю, даже прям хочется укусить. Прям они грязненькие. Ну, сейчас я вот так вот протру. А что мы вот так вот в садах и протирали? Сейчас поем, попробую. Офигенно. Надо будет помыть. Вот это мамины кексики вот эти вот. Короче, здесь картошка, бананы. Сливовидные на развес. Сливовидные на развес. Помидоры. Лук. Морковка. Такое все. Ну, короче, немного взяли, на самом деле. Мне кажется, на месяц нам это вообще не хватит. А, вот здесь еще яблоки, груши, капуста. Такое все. Корень мама белый взяла. Мы очень любим его добавлять в борщик. Это вот компотик делать. Мама любит все. Еще я взяла зелень, чтобы сделать хачапури. Покажу потом, как. Это мне Лена рассказала. А вот мы взяли мясо. Мам, как думаешь, сколько здесь килограмм? Да много. В килограмм 10, наверное. Короче, там индейка, какие-то куски говядина, свинина, курица. Рыбу только не взяли. Ну, очень тяжелый. Но вот мяса, мне кажется, возможно, хватит нам на месяц. А хватит, конечно. На месяц, да. Так, что у нас здесь? Что это самое? Так, мясо я еще столько не это, не брала. Вот, кстати, лаваш. Мне Лена рассказала рецепт. Вот лавашек берешь, трешь туда на терочке сырочек, яичко, добавляешь туда зелень. Короче, складываешь. И то ли в духовку, то ли в микроволновку. Надо будет еще раз у нее спросить. Ну, в микроволновку. И такая, говорит, вкуснотища получается. Вот я взяла армянский лаваш. Вот. О, вот это вот что? Пахнет вкусно. Пахнет все. И тут как раз оно и пахнет. Это домашние колбаски. Вот этот чикен парочку, это я взяла себе на пробу. А вон мама еще свинину взяла. Свининные. Какую свинину? А, свининные. Это у нас что тут лежит? Для меня это очень жирно все, очень жирно. Поэтому я чисто попробую взяла. Что ты там уносишь? Я уношу мясо здесь. Почему уношу? А, вот еще мясо. Это оно так распределяет. Это индейка. Индейка, да. Так, сметанку какую-то мы взяли. Натуральная какая-то нам тут посоветовали. Ну, попробуем. Капусточку мама взяла. Хлебушек. Это она для себя, наверное, взяла вот такой. Сырочек тильзер российского не было. Ну, видите, это не на месяц сырочек. Это так, конечно. Так, колбаску я вот такую люблю. Салями Монреаль. Сырокопченую я люблю. Ем ее по чуть-чуть. А мама себе берет вот такой вот сервелат финский. Так, масло нам сказали, что вот это хорошее. Мы его сразу взяли два. В морозилку положим. Сердечки я себе взяла. Вот они, сердечки. А, это блинчики мама себе взяла. Мясные с творогом. И вот эти сосиски тоже решили попробовать еще. Вот. Что там? Вот это, кстати, мы вот это все взяли. Производителя и мясо. Это мы брали производителя, который мясной комбинат, да? Донские традиции. Да нет, донские традиции, но это комбинат. Не знаю. Там, короче, деньки. И вот эти вот мы тоже любим вечерком похромкать. Семечки я еще взяла. Да, молока ты себе понабрала еще. Молока я себе набрала. Кстати, девочки, разного молока. Так, туалетная бумага. На месяц. Кофе. Смотрите, кофе я себе вот этот не брала. Я решила попробовать, потому что они были по акции. Мне понравилось название. Здесь на троечке все идет. Обжарочка и насыщенность. Вот это вот кофе американском стиле. Вот это вот живой кофе Бразилия. Rio Rio. Живой кофе. Полезен, написано. Тоже троечка из пяти. В общем, будем пробовать. Там по 169, по 170 рублей вот такие были. Вот. А из того, что... Это мама пьет у меня вот такое вот черная карта. Без акции было. Короче, в Ашане новая появилась. Вот там, где ПП продают. Вот я не видела раньше. Смотрите, вот такое молоко. Оно стоит где-то 280 рублей. Но по цене байт молока, да. Нигде сейчас не могу найти кокосового молока. Представляете? Оно просто все как будто снесли. Приходится брать просто соевое. В общем, вот этот я попробую. Я не взяла его много. Я взяла вот такой мандель кокос. Короче, миндаль с кокосом. Потом просто кокос. Вот. Аль про соевый взяла. Он был вообще-то 250 рублей. То ли акция, то ли что. Вот этот какое-то здоровое молоко соевое. Мне понравился состав. Какой-то вообще такой, вообще ничего лишнего. Простой состав. Вот. А, кстати, здесь еще где-то в кокосовом, по-моему, вообще сахара нет, пишут вроде. Ну и такой, да. Калорий там немного. В общем, попробую. Ну, взяла себе пять вот этих упаковок. На самом деле, если Джоя мне вот этот понравится, Джоя или Джоя, вот, то я, наверное, его буду брать. А если вот этот мне понравится, то соевая его буду брать. Вот. Короче, с этим молоком, на самом деле, еще надо разобраться. Ну, а тут деньки все. Тут кисели, каши, фруктоши и все-все-все. Ну, тоже так взяли, чтоб лежало. Кстати, решила попробовать взять вот такими еще, не маленькими, а вот побольше такими штучками. Вот перед сном он любит, знаете, с яблоком, с грушей. Он все такое не выпьет. Но он часто бывает может проснуться среди ночи, а то, что он хочет кушать. И вот если сделать ему половинку, например, вечером, он попьет, да, там. И вот среди ночи, если он просыпается, знаете, с просоник готовить тоже, поэтому нальем быстро кашки и все. И вот так разогрел, в холодильник поставил половину, да, ночью разогрел и съел. Так что у меня всегда в запасе вот эти вот есть каши, есть эти киселя, есть фруктоши, чтобы ребенку было по кайфу быстро что-то дать и где-то с собой взять, если нет, что-то купить, да. То есть у меня всегда это в запасе есть. Но вы не думайте, что только он это и ест, когда мне некоторые пишут, что типа я одними вот этими фруктошами его кормлю. Это было бы ему мало, если бы только я этим кормила. Поэтому мы, конечно, готовим, в садике хорошо кормят, но бывает просто необходимо и удобно иметь это все под рукой. Тем более тут для детей состав. Это можно все с пяти месяцев там давать детям. Я не думаю, чтобы там делали что-то такое супер вредное. В общем, ладно, вы меня поняли. Ну и все, да? А вот это что? Сейчас мама будет разбирать, а я просто пойду за малым. Так, а, ну вот фруктоши, вот эти наши вкусняшки разные. Там новый вид, кстати, появился какой-то вкус. Сейчас посмотрю, что-то мне звонит. Вот, короче, новый вкус какой-то там появился, новинка. А вот это вот, банан и маракуйя. В общем, я беру им. Все, выбежала из дома, попросила маму помыть помидор. Я люблю вообще помидоры очень. Ем, есть их могу даже как яблоки. Конечно, как, немного присолить. Вот, но если соли нет, так я же с солью не побегу на улицу. То я не солю, и тоже вкусно. Вообще помидоры я обожаю больше, чем огурцы. В пять раз. А вот и жопка наша пришла с садика. Так, а что у нас тут бабушка делает? Ладно, смотрите, очучки одела. Все так, это как будто она... Бабушка должна все видеть, что она делает. Как будто книгу пишет. Как забрать, что куда, что на борщ, что на фарш. Мы некоторые взяли кусочки такие, которые вот разделы, там что-то, косточки где-то есть. А где-то взяли мякоть, которая чистая. Разные на косточки, вот что-то на борщ тут идет у меня косточки пообрезала. Да, сейчас вот вырезаешь. Сейчас я вырезаю на фарш, чтобы на фарш перемолю. Вот, короче, вот такая вот мама. А что мы просто будем есть? А остальное это уже все сделала? Ну, еще вон в кульке у меня. А, это еще у тебя работы, да? Да, еще работы, да. Класс. Потом посмотрим, когда все раскинешь. Ну что, наша мама сделала все. Открываем морозилку. Наша мама, открываем морозилку. Ой, так полупустая. Смотри, верхний ящик. Это я сейчас положила временно, заморозится. Вот это будут, ну, это стейки там или отбивные можно сделать. Красота. Да, вот это вот сердечки, это сердечки. Это индейка, филе, индейка. Вот это вот говядина, но оно видно, да? Вот это говядина. Так, это у нас, это индейка. Ну, это филе индейка, это индейка. Надо подписывать вообще. Это бедро индейка. Ну, тут вот написано, что это индейка. И это индейка. Короче, вот эти сердечки, вот здесь вот эта индейка. Вот эта говядина мякоть, это вот все твое диетическое питание. Смотрите, сколько у меня. Это я свое временно сюда положила. А, это твое. Вот. Тут твоя свинина. Это свинина мякоть. Это на бульон, короче, там на косточках. Ну, косточка с мясом. Это на бульон. И вот фарш я еще перемолю Но фарш ты потом разглядишь Я положу туда в отдел, где свинина А тут говядина со свининой Завтра буду молоть, сегодня нет усилий В холодильник просто положу, да? Пока просто положу в холодильник, завтра уже завиню фарш Спасибо, мамачоли, это невероятно Смотри еще сколько места есть Нижний ящик свободный На два месяца можем брать Курицу туда еще Куда же? А не мочи? Ой, задушишь-то, мать Мать, задушишь Парис, счастлив? Все, приехали Все, приехали Ну что, вот мы и спать укладываемся Это наша кровать, кстати Что там ты несешь, мам? Ля Спасибо Пожалуйста Не за что Пожалуйста Пожалуйста Привет 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 Как дела? Как дела? Хорошо 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 Спокойной ночи Спокойной ночи Пока-пока Выключай свет И закрывай двери Все, спокойной ночи Аккуратно Аккуратно Депрессии Или еще что-то Депрессии у меня не бывает Хотя, если такая, знаете Легкая апатия Да? Это можно назвать Какой-то стадией депрессии Может быть, да? Ну, когда вот Стараюсь вообще в жизни ничего не ожидать На самом деле Но бывает Что иногда ты очень чего-то ждешь А когда приходит время Твои ожидания не оправдываются Ну, то есть, то, что ты ждала К сожалению, не можешь реализовать По тем или иным причинам Да? Либо это надо сдвинуть время Либо еще какие-то причины И иногда тебе сложно Резко переключиться Вот так, да? Потому что ты очень этого сильно ждал Из-за этого я, как бы, ну Стараюсь ничего не ожидать Никогда Я сразу чувствую это чувство Что я такая, жду А потом такая Нет, не ждем Будет как будет То есть, заранее себя программирую Да? Но бывает, что этот момент Можно упустить И все равно ты чего-то сильно ждешь Вот И когда приходит время Ты расстраиваешься И вот такой момент наступил у меня И вот три дня У меня была какая-то такая Грусть, тоска Вот Но она уже все Вышла То есть, что я делаю в эти моменты Я просто тупо жду Я стараюсь делать приятные вещи Которые мне нравятся Посмотреть сериальчик Поиграть с сыном Сходить, может быть, куда-то с девочками Или просто тупо посидеть Там чуть-чуть почитать книжку Да, можно тупо посидеть Погрустить Просто главное Не культивировать эти мысли А реально ждать Просто ждать, когда они уйдут То есть думать о них Че, почему Переживать Тем дольше они будут жить Чем больше в них энергии Поэтому я так Отметаю И просто жду А тем временем Занимаюсь тем Чем должна заниматься И тем, чем нравится Сегодня мы идем К нашей Марине Постоянно Которая Я решила, знаете, как сделать Кстати, что касается бассейна Я заметила, что Денечка С мальчиком Немножко по-другому себя ведет Такое ощущение, что он показывает ему навыки Когда вот они плавают, да Когда тренер, мальчик у нас Деня очень уверенно себя чувствует Показывает навыки Ничего не боится Но все эти навыки он получил с Мариной Потому что Марина на самом деле Достаточно Такая дисциплину держит Не дает ему спуска Не дает ему расслабиться Не ведется она его Туда, хочу это, хочу Она очень технично И очень Профессионально Как бы с ним работает Поэтому я подумала Можно так Месяц мы ходим к Марине Потом пару раз Мы можем сходить к парню Денька будет показывать Чему он научился И опять Месяц к Марине Пару раз к парню Вот Я думаю, что это будет Интересный такой микс Вот Ладно, время идет Побежала на массаж Моя тут Я тут видео снимаю Мамка Мамка обзывается У меня два часа Была загрузка Видео Потом я нажала Сохранить пол второго И в пять часов У меня должно было Быть уже сохранено Это уже второй раз А он вырубился Потому что Он вырубился Не хватает ему Этого, да? Ну, видно Вот идет Перенагревка Ну, сейчас я тогда Сделаю эту штуку Достанем мой компьютер И будем разбираться Надо тебе переносить С твоего компьютера На мой Тебе не надо будет Делать вообще Тогда вывод этот лишний Иди смотри Иди смотри Вот, ложись Смотри Сейчас я доделаю И вернусь А я вот, девочки Вот, делаю здесь Сейчас вот эту вешалочку Хочу сделать Купила То, что я в Икее Поставлю ее сюда И мне будет более удобно Здесь брать вещи Чтобы они не вот так были На вот этой Видите? Вот такая вот Короче, она неудобная Вообще Все вот так навалено И все Мне хочется, чтобы вот так Все структурно лежало И еще вот такая полочка Которую я тоже брала в Икее Давно Она у меня сначала На балконе была В съемной Вообще дешевая Но я еще ее покрасить хотела Вообще по-хорошему Ну, пока так положу вещи А потом покрашу Если что, в беленький цвет Вот, она на балконе лежала У меня в своей квартире Здесь на балконе она была А сейчас я ее поставлю в спальню И хоть какие-то вещи свои Ну, положу вот так вот Да, чтобы видно было Допустим, там какие-то костюмы Чтобы лежали А то что Все вот здесь накидано Там накидано Ну, короче Это вообще не дело Сейчас чуть-чуть приведу Все это дело в порядок И покажу вам, как будет Ой, в общем, мои хорошие Это долгая песня Мне, конечно, разбирать Все свои вещи Сделала здесь Теплые вещи Здесь в основном мои Одна мамина куртка И начала вытаскивать Все свои вещи Делать для того, чтобы Разбор гардероба Я участвовала в марафоне Вот И не доделала все Потому что у меня Все вещи были сложены Мне даже некуда их было вывесить Ну, вот сейчас потихоньку вывешиваю Все вещи, которые я считаю Вот Ранняя весна Конец зимы Вот И весна Сейчас все вытаскиваю Вот на днях буду делать Разбор гардероба Все еще Потом обувь вот так вот Вытащу И буду смотреть Что мне нравится Что я буду носить Что не буду носить Что уже давно лежит Что-то основу поотдаю Вот В общем, здесь Эта вешалка И вообще хочу еще одну купить Стоит она реально 800 рублей Но она такая, блин, нужная На фоне классно Чтобы когда съемки будут Тоже, чтобы вещички висели Короче, вот Все Сейчас это я вытаскиваю вещи Все Просто, чтобы я знала Что у меня есть Что я могу носить Одну вешалку я оставила здесь Может быть, даже сюда Мы перетащим Просто теплые вещи А здесь будут просто мои вещи Вот И здесь я сделала вот так Сейчас Тоже Здесь у нас домашние вещи висят Здесь мамины Здесь мои Футболки вытащила Чтобы А то я снимаю тоже В одном и том же Мне кажется, вам Ну, вот эту штуку поставила Мне внизу покрывало Здесь у меня будут Спортивные Низ Здесь джинсы И всякие брюки Здесь у меня будет Все в свитерах Потому что у меня их много Здесь такая домашняя Которая на вешалке Можно не вешать Тут юбки Вот И вот эту поставила Которая была обувница Я тоже ее поставила Тоже задействую Для одежды какой-то Может быть, те же носки Там или что-нибудь Вот так вот Положу сюда Пусть пока будет Хотя бы так И на стульчик тоже Можно что-нибудь Положить Здесь у меня У нас белье лежит Вот Для Постельного Короче, пока так Я уже реально устала И мне уже нужно Бежать за малым Снова И уже скоро Его везти в садик Вот А перед этим Мне нужно было еще найти Важную информацию Кстати, вот эта штука Мамина Она, наверное, про нее даже забыла Она проснется Я ей скажу А то она говорит Вот, одевать нечего Выйти в люди И нечего одеть Это же ее штучка Вот Тут у меня продолжает быть Много всего Вот обувь пока выстроила Тоже Я же забываю Реально Если не вижу какое-то время Обувь свою Я забываю, что она у меня есть Вот И Что еще? Сейчас мне нужно найти Это документы Мои важные По которые я делала На них час потратила Чтобы их сделать Структурировала Все Вот Надо их сейчас найти И уже начинать Делать большие дела Которые я планирую Ну что Вот мы снова С нашей Мариной Усиленные тренировки Новые навыки Спинку Спинку Сейчас работаем Спинкой Наклоняемся за мячиком Кидаем его В колечко Наклоняйся Наклоняйся Тянись ручками за мячиком Где мячик? Нет Тянись 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 Давай Тянись Тяни ручки Молодец Кидай Ну что Мои хорошие Вот и вечер Вечерок Наступил А точнее Сейчас Глубочайшая Ночь Сейчас Половина Первого Ночи Я сижу Смонтировала Видео Выводится Фильм На мой второй канал По хорошему Еще надо сделать И на главный Канал Вложек Вот этот Который Я сейчас Сделаю Но наверное Я его Оставлю На утро И уже Утром Я его Смонтирую И выложу Мамачоли Работает Не покладая Рук Она целый День Просто Кропотит Над своим Видео Надо ей Срочно Поменять Ноутбук Но у нас То одно То другое То третье И мы В итоге Устаем И не доходят Руки Его просто Мой ноутбук Тоже Надо почистить Разобраться С программой Пинакул Потому что Я как раз Таки С него Ушла Потому что Что-то Спинакул Студия У меня Там было С моей Программой Я ее Переустановила И значит Она все равно Как-то Что-то Зависает Вот Даже не знаю Что там По телику Идет Никакой Это Плохих Фильмов Никаких Не идет Случайно Потому что Он крутит Вот Что Хотела сказать Все Деньку Уложили Он уже Спит Давно У нас Почитала Ваши Комментарии Еще Все Время Так Интересно Когда Меня Пытаются Уличить В чем То Что Я Какая-то Необразованная Или Чего-то Не знаю Или Опять Я снова Что-то Перепутала Вот И мне Смешно Когда Это Делают Когда Я реально Ничего Не Перепутала Как И Просто Не Допоняли Меня Или Я Выразилась Как-то Не Так Вот По 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 Марцип Марципана Орехи Вот Мы Пробовали С мамой И Я Сказала Что Нравится Мне Этот Орех Марципан Насколько Я знаю Делается Из Миндаля И Мне Нравится Этот Вкус Миндаля Миндаль Это же Орех Во всяком Случа Я Считаю Орехом Я Уже Сейчас Ни в чем Не Уверена Возможно Это Не Орех Косточка Там Абрикоса Или Что Короче Не Не знаю Что Это Но Вкус Этот Мне Нравится Вот И С Орешками Я Никакими Не Перепутала Как Я Перепутаю С Орешками Массу Какая Масса Я Понимаю Что Это Масса Далеко Не Орех Махакадами Просто Не Могла Перепутать Вот Кто То Писал Видео Фикс Прайс Что Я Жадная Что Уже Не Первый Раз Замечают Что Я Смеялась Над Этим Улыбнули Мне Эти Комментарии Блин Девочки Я Не Знаю Что Сказать Конечно Очень Смешно Но Вообще Если Серьезно То Я Стараюсь Чтобы Видео Были Быстрые Я Не Люблю Растягивать Видосы Поэтому Все Очень Быстро Мама Немного По Другому Снимает Она Может Немного Растянуть Что Рассказать Хотя Я Какие-то Моменты Ну Короче Сам Фак Что Если Я Снимаю Видео С кем То Я Всегда Контролирую Процесс И Все Быстро 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 Мы Пробуем На Видео А не Кушаем Вот Кушаем Потом Когда Видео Закончится Хоть Все Съешьте И Забирайте С С С С Вот Так Что Я Всегда Когда Снимала Видео С Другими Допустим Людьми Я Практически Все Чтобы Вы Знали Отдавала Всегда Потому Что Я Знала Что Я Это Есть Не Буду И Все Всегда Отдавала Вот Поэтому Со мной Было Выгодно Вообще Снимать Фикс Прайс Особенно Потому Что Я Все Почти Отдавала Вот Ну И Все Что Я Подустала Сегодня Хотя Ничего Такого Не Делала Но Я Подустала Доброе Утро Мои Хорошие Я Уже Почти Для Вас Сделала Влог Который Сейчас Опубликую Но Так Как Я Сказала В Большой Закупки О Вкусняшке Которую Посоветовала Мне Ленусик Хэппи Сделать Я Как Раз Еще Не Завтракала Давайте Мы С вами Ее Приготовим Я Попробую Какая Она И Дам Вам Рекомендос Потому Что Лена Говорит Она Такая Вкусная В общем Все Мне Рассказала Пойдем Покажу Что Для Этого Нужно Может Кто Нибудь Из Натерла Здесь Сейчас На Крупную Терочку На Вот Такую Вот Любого Сыра Какой Вам Там Нравится Два Яичка Сейчас Беру Потому Что Я Делаю На Двоих Нам С Мамой Вот И Сейчас Я Все Это Перемешаю Возьму Лаваш В Холодильнике Лаваш В Холодильнике Отрежу Кусочек Который Мне Нужен И В общем Покажу Лаваш У меня Кстати Бездрожжевой Армянский Сейчас Покажу Сейчас Все Это Перемешаем Выложу И Заверну И Обжарим С двух Сторон Так Смотрите Все Это Дело Я Перемешала Зелень Яйца Разделила На Две Порции Взяла Половиночку Лаваша И Вот Так Сейчас Все Это Заверну Так Вот Раз Два Три Четыре И Жарю Мама Говорит Неправильно Я Свернула Тут Конвертика Все Иди Обжаривай Сейчас Я Второй Сделаю Так Ну Вот Положили Мы Две Такие Штучки Яйцом Сразу Положили Вниз Чтобы Оно Запеклось Быстрее Не Растекалось А Потом Обжарим С Реально Очень Очень Вкусно Даже Неожиданно Хачапури Не Лучше Чем Хачапури Хрустящий Получился Лаваш Ленусик Спасибо Может кто-то Попробует Это очень Быстро Реально Очень Вкусно Всем Приятного Аппетита А я с вами обращаюсь До следующего Влога Пока-пока